Приветствую, мы продолжаем рубрику обзора нестандартных разных комплектующих И сегодня у нас на обзоре будет вот такая вот система Паук 421 Сейчас мы так попробуем показать У меня просто рабочий стол сейчас занят, поэтому немножко неудобно юлиться здесь Это на передний привод, восьмерка-девятка Точнее даже 99-ка, если быть точным, то есть под датчик, то есть под инжектор Все это дело Так, значит, у нас производитель это Сейчас, где он тут? Вот он, сейчас мы так попробуем показать его поближе Это вот он, СТТ Что-то я уже забыл, как тут спортивные технологии и тюнинг Вот, если быть точным Значит, ну, собственно говоря, опять же, извечный вопрос А стоит ли вот это дело, ну, покупать, ставить То есть будет от него эффект, не будет от него эффекта и так далее Значит, ну, во-первых, сначала за качество производства По качеству производства, в принципе, ну, точнее, я не знаю, правда, как оно будет на автомобиле стоять То есть мне это приехало вместе с головкой на обзор и, скажем так, просмотр Вот, но, то есть то, что по изготовлению сварено, по крайней мере, швы здесь нормальные, аккуратные У меня лично претензий к сварке, ну, какие-то нет То есть, ну, в принципе, фланец нормальный Вот, также фланец, который стыкуется с головкой Он ровный, то есть тут даже видно Ну, если так присмотреться То на блестящем, то, то есть он выфрезерован То есть это не просто, как из куска металла, грубо говоря, вырубили или выпилили кусок А даже его фрезеровали здесь То есть, в принципе, сделано оно нормально То есть каких-то таких особых недочетов я не нашел Но единственное, что по эффективности, если сравнивать Значит, поймите правильно меня Как раз вот есть видео про выпуск Недавно я записал про подобные системы Значит, дело в том, что если взять, посмотреть то же самое, что предлагают Это на 8-клапанный двигатель Если посмотреть на те же самые 16-клапанные двигателя И какие выпуски на них предлагают, то есть различные системы То можно увидеть, что, например, выпуск 4.1 Есть там, я не помню, кто производитель Я, может, даже фотографию вставлю в видео Значит, 4.1 выпуск Так вот, 4.1, он длинный То есть система развитая То есть трубы Четыре трубы идут от головки Они идут, то есть загиб вниз Мимо рулевой рейки То есть вниз, дальше загиб на днище Ну, под днище И они сходятся в один Вот примерно в районе, где сходятся здесь Два в один То есть система получается развитая Получаются длинные Трубы То есть каналы Система получается развитая То есть место Под, ну, скажем, машиной есть место Куда это все дело разместить И от такой системы Хоть эта система и 4.1 То есть не сильно любимая Именно, скажем, не сильно Правильная из того, что может быть Но она, тем не менее, работает отлично Именно развитая С длинными, с этими трубами Она работает как на низких Так на средних Так и на высоких оборотах То есть отлично Двигатель приобретает У него появляется Где небольшая Где ощутимая прибавка В принципе, во всем диапазоне Если сравнивать со стандартной системой Вот эта же система, которая есть То есть, ну, например На Жигулях Вот на классике Там тоже То, что я показывал В выпуске В выпуске «Разные пауки» Они тоже имеют изначально Первоначальную длину Относительно небольшую То есть здесь я промерял рулет И тут, ну, примерно 35-36 сантиметров Кстати, они между собой В принципе, все одинаковые То есть нету какой-то длины Какой-то короче То есть в этом плане нормально Все сделано Но на Жигулях На классике Дело в том, что Там, ну, физически Нельзя сделать Вот эту вот часть Четыре трубы длиннее То есть оно сходится Соединяется внизу Там в районе стартера И дальше, ну, максимум Две трубы можно вывести Там просто нету места На восьмерке же Есть место И делать подобную систему Вот как она есть Но я лично не вижу В этом смысла То есть если уже Делать нормальную Развитую систему 4, 2, 1 Как здесь представлено Пусть она будет дороже Но она должна быть Более развитая То есть в моем понимании Развитая нормальная система Это как минимум Четыре трубы выходят И соединяются в два Вот здесь вот В районе В районе там Последнего соединения Вот здесь вот Они соединяются в два Ну и еще хотя бы Как минимум там Ну, по метру Две трубы идут Там, где соединение Будет потом в один То есть Тогда система будет развита И будет давать Хороший эффект Во всем диапазоне Вот то, что есть Если сравнивать С другими системами Там, где идет Заменитель катализатора То есть, ну, грубо говоря Все то же самое Вот эти вот Длина всех четырех труб Но оно сразу же Вот здесь вот Сходится в одну Трубу И идет дальше То есть это, конечно Будет Немножко лучше Этой системы Что здесь все-таки Оно в два А потом оно идет в один Но Какой-то Сверх Там прибавки То есть будет Вот это Если эта система Работать будет лучше Вот если вы ее поставите Даже если вы ее поставите На штатный Карбюраторный двигатель Там, где Идет Вот этот Чугунный коллектор Со штанами Вот эта система Будет работать лучше Но она будет работать Лучше Если особенно Распредвал Не сильно Широкий То есть Вы почувствуете Прибавку На каких-то Переходных режимах Разгонах Там вот Где-то На средних оборотах На высоких Но эта прибавка Будет Ощущаться То есть она будет Настолько маленькая Что человек Который Грубо говоря Ну особо Не имеет Опыта Эксплуатации Автомобиля То есть он может Проехаться Сказать Да Разницы Особо-то и нет Никакой Да или там Вообще Разницы нет То есть в принципе Прибавка будет Но очень-очень Маленькая То есть система Конечно Неплохая То есть сделана Нормально Ну как бы То есть сварено Все ровно Я надеюсь Оно и стоять Будет на автомобиле Ровно отлично Но К сожалению По эффективности Если сравнивать Ее с другими Системами Различными То есть все то же самое Что здесь Есть Можно сделать Значительно Эффективнее То есть Причем Значительно Будет очень ощутимо То есть Если сделать Нормальную Развитую Систему Значит Ну Скажем так Ну себе Бы на автомобиль Я бы Например Вот лично Я Если бы был У меня Автомобиль Переднеприводный Восьмиклапанный Вот лично Я Такое Бы не поставил Я бы Уже Немножко Повозился Купил бы 4.1 То что я Рассказывал Типа как Шестнадцатиклапанного Там немножко Ну там Поварил бы Порезал бы Его То есть Это конечно Приличный Кусок Работы То есть Взять 4.1 С шестнадцатиклапаном Обрезать Переварить Фланец Один С другой Стороны Сделать Присоединение То есть Чтобы он Не один А 4.2 Был Потом Еще Дополнительно Проделать Трубы То есть Все это Дело Соединить То есть Ну Это Приличный Кусок Работы Но я Бо себе Уже Таким Бо Занимался Лично Для себя Вот такое Я бы Не ставил Но если У вас Грубо говоря Нету Нежелания Невозможности Этим делом Заниматься В принципе Можете Эту систему Ставить Но опять же Такие То есть Какой-то Сверх Прибавки Такой Ощутимой То есть Будет Прибавка Облегчение Будет На каких-то Переходных Режимах Но сверх Большой Прибавки Не будет То есть Если бы оно Стоило Скажем Наравне Со стандартом Или может быть Чуть-чуть Дешевле То в принципе Ну как бы Нормально Смысл есть Но так как Оно стоит Дороже Ну я считаю То есть С одной стороны Смысл В принципе Есть Но Эффекта Сильно Большого От этого Дела Можете Не ждать Ну в общем Если скажем так Вся система То есть Изготовление Отличное Нормальное Но моя Личная оценка Именно как Конструкции По эффективности Всего вот этого Дела По 10-ти бальной Шкале Я Ну больше Где-то Ну максимум Я могу поставить Это 5 единиц То есть 5 баллов Максимум То есть На большее По эффективности Оно Просто К сожалению Не дотягивает И я думаю Если Товарищи Вот из этой Конторы Сделают Нечто подобное О чем я говорил Пусть он состоит Из двух частей То есть Ну грубо говоря Будет 4.2 Такой большой И дополнительно Там Штаны Идет То есть Пусть оно Стоит дороже Но я думаю Если я не сделаю Такое То спрос На это дело Будет И эффективность От этого Будет Поэтому Ну то есть Конечный совет Ставить или не ставить В принципе Можете поставить Хуже от этого Не станет В каких-то Режимах Вы получите Эффект Но сверх Большого эффекта Это дело Не даст К сожалению Поэтому В принципе Вещь неплохая Но чего-то Сверхкосмического От этого дела Не ждите Поэтому На этом Наверное и все Надеюсь Информация Была вам полезная Благодарю За внимание